Уважаемые коллеги, месяц назад Государственная Дума пополнилась семью новыми депутатами, в том числе и я. Еще действительно свежи воспоминания о той избирательной кампании, когда приходилось, необходимость была в этом круглосуточно общаться с избирателями, пропуская через себя все их беды, невзгоды, проблемы и так далее. Редко кто приходил с радостными вестями, собственно и радоваться-то уже и нечему, да и мы власть не даем им такой уже возможности, даже малой. Поэтому и региональные недели вновь и вновь возвращают нас в те округа, от которых мы были избраны, и в жаркую ту атмосферу, которая резко отличается от ситуации вокруг Садового кольца города Москвы. Практически для народа ничего не изменилось, только навсегда потеряна теперь вера в то, что они могут быть услышаны. Те же проблемы, обманутые дольщики, обманутые вкладчики, заемщики, рухнувшие дома или дома, те, которые еще не рухнули, но лучше бы они рухнули, да, погорельцы, безработные, нищие, многодетные семьи и так далее, и так далее. И этот перечень можно перечислять до бесконечности, если бы не одна общая беда, которая объединила всех. О чем бы мы ни говорили, речь вновь и вновь возвращается к пенсионной аферой. И ту угрозу, которую создали депутаты и правители всех уровней с этой пенсионной аферой. В большинстве своей люди понимают, что шансов сохранить надолго свою счастливую жизнь мы им не оставили. У меня к вам, коллеги, пренеприятнейшее известие, уровень доверия к власти практически любой власти, будь то региональная, будь то федеральная власть, представительная или исполнительная, для них мы все одинаковые. Он не просто падает, он уже зашкаливает и приблизился к точке невозврата. Что будет после этого, трудно предсказать. На встречах, на приемах граждан, люди говорят, вы им там в Москве передайте, уважаемые и не все уважаемые коллеги, нам не находится даже ни имени, ни отчества, мы просто безликая масса. Они говорят, так жить невозможно, вы нас не видите и не слышите. Сегодняшнее общество мало того, что является глубоко социально несправедливым, оно на данный момент расколото. И, к сожалению, именно власть всеми своими зачастую неумными и неуемными желаниями и действиями все больше и больше раздражает общество. Недавно в стенах Государственной Думы силами Единой России было принято, простите, гнусное решение о повышении пенсионного возраста. И главным обоснованием стало то, что денег на бедное население, на выплату пенсии не хватает. Но почему-то бюджет с легкостью обеспечивает заоблачные выплаты при уволнении на пенсию чиновников, так называемые золотые парашюты. Приведу пример. Какая нужда была выплачивать вице-губернатору Воронежской области, якобы выходящего на пенсию, единовременную выплату в 23 оклада? И явно это было не мрот. И ежемесячную надбавку. В пятницу он ушел, чтобы в понедельник вновь вернуться. Те деньги, которые ему были выплачены, они, люди некоторые даже не могут представить эту кучу денег. Да, но при этом он получается. То есть космические суммы, которые одним рощерком пера превращаются для топ-чиновников в реальность. Тысячи чиновников в этой же Воронежской области сегодня пользуются золотыми парашютами. И им не повышают, наверное, пенсионный возраст, по крайней мере, они этого не почувствуют. Это подобное творится не только в Воронежской области, практически во многих регионах и так далее, и так далее и касается многих. Можно это назвать разными словами, но я бы сказала, что это не прикрытый цинизм, а больше всего наплевательское отношение к гражданам Российской Федерации, для которых картина выглядит следующим образом. Для нищих, для простых людей повышается все. Пенсионный возраст, тарифы, стоимость всего на свете, ЖКУ. У нас в Вольске теперь даже выставляет счета с ЖКУ за вывоз мусора даже тем, кто умер давным-давно, повышение на продукты, на лекарства. А для богатых наоборот. Льготы по налогам и счастье от денежного дождя. Коммунистическая партия фракции в Государственной Думе в 2016 году внесла законопроект о резком ограничении размера ежемесячных доплат к пенсии и единовременных выплат в связи с прекращением полномочий чиновников. И это касается не только региональных, не только федеральных и государственно-гражданских, муниципальных служащих, депутатов и многих других. Мы предлагали ограничить не только золотые парашюты двухкратным размером ежемесячного денежного содержания, но и поставить все это в жесткой зависимости от средних зарплат, которые по стране и по региону. Но тогда предложение приняли только ОНФ о том, что золотые парашюты могут выплачиваться только при выходе на пенсии, чем многие регионы с удовольствием воспользовался. Вот вам, например, свежий пример. Средний член покупок в сентябре в сегменте одежды и обувь составил 3800 рублей. Много это или мало? Для кого-то это чек позавтракать, для кого-то это все деньги, когда надо собрать ребенка в школу, для Саратовской области это даже больше, чем прожиточный продовольственный минимум взрослого человека на месяц. И самое страшное, что власть не чувствует этого социального раскола, а продолжает доить собственный народ. И я далека от мысли, что все эти заграничные шпионы специально присланы к нам в страну, чтобы ее разрушить изнутри. Нет, это просто обычные, извините, зажравшиеся русские чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличную, а порой и даже ненависть, которая в итоге может вырасти в агрессию. Значит, пенсионная реформа, как бы ни пытались средства массовой информации, депутаты, президенты объяснять необходимость проведения этой пенсионной реформы, законопроект принят вопреки желаниям, жаждам людей, которые более 90% не приемлют эту пенсионную реформу. Вы думаете, что вот с принятием пенсионной реформы протест ушел в сторону? Нет. Я думаю, что власть по-прежнему делает все возможное, чтобы из искры все-таки возгорелось пламя. От принятых в Государственной Думе законов стонут многодетные матери, мужчины, отцы, мужья, братья, которые не могут найти работу и все еще ждут 25 миллионов рабочих мест, которые мы обещали. Организации и предприятия устали бороться с 44-м ФЗ. Местное самоуправление задыхается от безденежья, малый и средний бизнес от бесконечных проверок, крупные предприятия от бешеных тарифов и отсутствия госзаказов. И ни малейшего шанса на развитие. Коррупция процветает пышным цветом во всех ветвях и сучках власти. Всем плохо. Только тем, кто вершат судьбы людей, они все в шоколаде. Это говорит об уровне работы исполнительной и законодательной власти. Когда я говорила о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, встречались с крупными предприятиями, они говорят, у нас мыслей такой не было. У нас некем заменить те кадры, которые готовились в советский период времени, начиная от начального профессионального образования, высшего образования. Их некем сейчас заменить, потому что уровень подготовки кадров практически отсутствует. Либо не готовить таких специалистов, которые могли бы быть конкурентны с предпенсионерами из СССР. И так будет продолжаться до тех пор, пока техническими вузами будут руководить историки, сельским хозяйством врачи, Роскосмосом филологи. Фракции КПРФ вносят много очень зельных, умных, грамотных и качественных инициатив, но их, к великому сожалению, либо отклоняют, либо переформатируют, либо не выносят на рассмотрение, либо затем выносят под маркой ЕР. Ну вот яркий пример, это был Турчак, когда он вдруг вышел с инициативой Единой России, которую до этого предлагала КПРФ. А пока председатель кабинета министров говорит, денег нет, но вы держитесь. А фракция КПРФ говорит, где эти деньги взять? От принятия прогрессивной шкалы налогообложения, отмены регрессивной шкалы отчислений в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Значительное уменьшение бонусов в госкорпорациях, простите, до обрезания позорных золотых парашютов чиновникам. Об отмене доплат пенсии депутатов и сенаторов, но я бы добавила, что еще и судей, прокуроров, министров, сотрудников администрации президента и прочих так называемых элитных профессий. Коллеги, я очень рада, что Госдума стала местом для дискуссий, но этого явно недостаточно. Пора переходить от слов к делу, но не теми конкретными делами, которым, простите, Единая Россия затоптала уже всю страну, а стать опорой для граждан, той силой, которая может вернуть доверие граждан именно к законодательному органу страны. Но для этого надо начинать принимать законы, способствующие не разделению общества, а его сплочению. Необходимо строить социально ориентированные государства, которые прислушиваются к своему народу, а не игнорируют его, который защищает людей, а не обдирает его. И надо начать с малого. Перестать раздражать людей золотыми парашютами, пенсионными льготами, бесконечным в райом, словом луди. Сказали здесь, в Государственной Думе, когда принимали закон о росте пенсионного возраста, выход на пенсии, говорили, что трудно в стране. Но в трудные времена с народом всегда были и депутаты, и исполнительные власти. Давайте будем всеми вместе с народом, но не посягать на их жизнь. Пора перестать распихивать деньги олигархам и при этом говорить, как страна для бедных по-прежнему нищая и бедна, как церковная мышь. А вот на международных площадках продолжать гордиться той былой великой мощью страны. Поэтому от нас зависит очень многое. И хотелось бы, чтобы Госдума слово произносилось не через губу, а с уважением. Спасибо.